Я приветствую всех зрителей 9 канала. Сегодня понедельник. Это значит, что время очередного выпуска программы «Доживем до понедельника». В студии сегодня Евгений Гендин, Ольга Владимирова, директор 9 канала и меня зовут Елена Кальянова. Добрый вечер. Мы передаем привет Григорию Гельферу. Все наши флюиды направляем ему. И пожелания выздоровления. Выздоровления. Желаем, да, приболел немножечко. Ждем, когда он вернется в строй. Ну, хитро приболел, потому что дальше у нас каникулы большие. Вот так вот присоединяем. Уходим мы на месяц. Уходим. А хочется сказать, что цензура и директор выгоняет нас. Ну, телефон у нас сегодня работает. 370-3101 наш телефон. Прямой эфир у нас. Он работает. Мы ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов, комментариев. Участвуйте, пожалуйста, в нашем видео. И похвал. Мы не выгоняем. Да, можете похвалить нас. Как написал на фейсбуке один наш коллега. Хочешь жить, умей сиеста. Вот мы себе устраиваем сиесту такую длительную. Ну, у нас есть же связь. Длительную. Социальную сетевую. Мы по-прежнему в социальной сети Facebook, которая мне по-прежнему нравится больше звонков, в отличие от моих коллег по передаче. Скоро можно будет звонить через Facebook. Мы уже договорились. Мы действительно сегодня, возможно, некоторые итоги. У нас 21-я, кстати, юбилейная, очковая, по сути. Вот что-то я очкую. Да, программа, поэтому мы очко будем по ходу в таком фри-режиме друг к другу. Хотя мы давно друг друга знаем, но в таком составе мы еще на дело не ходили. Ладно, вы привычны, очкую я. Я знаю, кстати, что Оля, как директор канала, больше, между прочим, Лена болеет за будущие передачи, чем той. У нее все время какие-то идеи появляются по опросам, по призам. А ну, Оля, какие веселые. Скажите, Ольга, что нас ждет? Не работа такая. В новом сезоне. Это я у зрителей хочу спросить. Собственно говоря, сегодня наши звонки работают не только на вопросы, а и на ваши пожелания. Скажем, виш-лист. Есть такое понятие виш-лист. Лист пожеланий. Что бы вы хотели, например, чтобы мы вам дарили в следующем сезоне? Или, может, вы нам что-то хотите подарить? Что-то материальное там? Материальное, конечно. Флайер в аквапарк, на концерт брута. Материю, отрез на костюм. А если нас не хотят видеть, можно телевизор переключить? Можно телевизор переключить? Нет. Вы, собственно говоря, на протяжении этого полчаса подумайте, позвоните, решите для себя, нужны мы вам в эфире. Вот они. Собственно говоря, они нужны. Что бы вы хотели в новом сезоне увидеть, услышать, какие темы поднять? Может быть, гостей, может быть, какие-то конкурсы, викторины, развлечения, угощения. Я не очень понимаю. То есть позвонит два человека разного пола и возраста, вот, и скажет, они нам не нужны, и на основании этого директор закроет эту и без того бесплатную передачу. Закроет или не закроет, в конце августа мы все увидим. Тогда тебе придется петь в эфире в качестве викторины, конкурса. Я не знаю, что этого не будет. Я же сегодня в очередной раз инспектор. Понимаешь? Я пришла смотреть, как вы тут работаете? Так, хорош, трипаса, значит. Угрожает уже, оно уже угрожает. Не покрылись ли пылью ваши гаджеты? У нас бюджет программы все сокращается. Видишь, гаджеты все меньше и меньше. То есть в сухом остатке телезрители должны сказать, как они нас любят или не любят, чтобы мы оставались. Перед тем, как вы пойдете в отпуск, они должны вам дать внеклассное чтение на лето. То есть что вам для них готовить такого, чтобы они вас хотели смотреть? И мы должны под козырек брать и соглашаться. Хорошо, как скажешь? Нет, ты будешь протестовать. Соглашаться будем. Я буду протестантом. Продолжаем. Мы как работники канала. Продолжаем разговоры. На самом деле, вот мы шутим сейчас, да, может быть, это такая реакция на очень сложная неделя минувшая. Была очень сложная, она была очень неспокойная. И теракт в Ницце случился, и попытка военного переворота в Турции, в Ереване захват заложников Алмата, там, убийство полицейских, и АТО объявили антитеррористическую операцию. Действительно, неделя была такая. А у нас всего-то выборы. Да, у нас всего-то выборы, слава богу, закончили. Война тоже продолжается, потому что вот недалеко сегодня я получила от подопечных, по волонтерке, смс-ки, что есть двухсотые, есть трехсотые. То есть об этом пока не говорят по телевизору, ну, я надеюсь, скажут. Ну, то есть у нас все то же самое на самом-то деле продолжается, да. Напряженная ситуация продолжается, но посмотрим, что, как наша жизнь изменится к лучшему. Мы это обсудим чуть позже в связи с выборами. Теперь у нас есть новые депутаты. Мы не можем такое говорить, мы должны позитивность. И как это к худшему жизни может быть? Почему? Мы ничего вам не должны. Под козырек. Вот. Ну, на самом деле, я вот хочу сказать о Турции несколько слов. Я, конечно, не эксперт по Турции, хотя бывала там очень много. Единственное, мне казалось, что меня окружает. Но сегодня день экспертов по Казахстану. Я бывала там очень много раз. Ну, это шутка, конечно же. Вы знаете, что в ночь на 16 июля в Турции произошла такая попытка государственного переворота. Участвовали в основном военнослужащие. И в ходе этих событий около 300 человек погибли. 290, если точнее. Около 100 из них это участники мятежа. И около полутора тысяч людей там пострадали. Так вот, что там? Там мгновенно, в общем-то, объявили такую подавляющую операцию. Все сейчас вроде бы нормализуется. Вы знаете, что ситуации в аэропортах были сложные. Очень многие там застряли. Очень многие и сейчас еще находятся. Там сегодня была информация такая. Так вот, что примечательно. Власти подавили, в общем-то, этот мятеж. Около 2700 судей сегодня находится, дана санкция на арест. И 426 судей и прокуроров уже задержаны. Это вот тем, кто не верит, что судьи не могут не быть неприкосновенными. Все уже быстренько там решили. То есть у них теперь не судьи кто, а судьи где? Поддержал Эрдоган возвращение смертной казни. Вы знаете, что была смертная казнь в Турции до 2004 года, по-моему, да. Сейчас говорят о том, что, возможно, ее опять возобновят. На самом деле, турецкая армия всегда считалась одной из таких прогрессивных сил. Ну, это взялки, малисты, да, всегда как бы они. Исламу крылья подрезали, исламскому правлению, исламскому влиянию. Видимо, тоже что-то не так. Хотя есть и конспирологические. Я не эксперт, в отличие от вас по Турции. Вот, хотя там в апреле был. Я сделал, я все сделал, вот, а видите, результаты моей поездки. Но если серьезно, то, как бы, есть и конспирологическая версия, что Эрдоган, все там красиво отдал, чтобы потом, типа, зачистить. Что это он, да, тоже есть, чтобы монополизировать. На самом деле, я то, что каждый раз говорю, нет точной информации. Мы живем в мире интерпретации. Вообще, наш зритель Василий Металлург, помнишь, был, который сказал, что вы с вами Брексит, разговорами о Брексите отвлекаете от проблем тарифов. Это я к тому говорю, что в Турции... Брексит меня гораздо больше как бы пробило, но, то есть, действительно, Европа... Нет, я хочу уточнить, что в Турции АТО длилось всего несколько часов, а в Украине она уже идет третий год. Хотя многие же, опять же, вот эксперты фейсбучные говорили, вот, смотрите, вот Украине надо учиться, вот, как пока еще не было результатов того, что этого путча, да, очень многие же писали, вот как надо было действовать. Я думаю, что Украине надо не учиться, а работать. Учиться работать. Вот как это бывает, да. Учиться работать и учиться работать. Она уже достаточно большая, чтобы, там, может, учиться и работать. Да, собственно, соседи вот пока не работают. Вечерняя школа, да. Соседи наши показывают, как можно бороться с терроризмом. И то же самое произошло в Алма-Ате после убийства двух полицейских, сразу же объявили АТО, и сейчас там критический уровень опасности, террористический уровень. У нас с терроризмом тоже борются, знаешь, что очень многие урны в Днепропетровске до сих пор в центр так и не вернулись. После чего? После якобы терактов, да, то есть, ну, вот это такой способ борьбы. Мы, Оля, в нашей программе называем наш город Днепр. Днепр, да. Мы подчиняемся решению Верховной Рады с удовольствием. Просто, знаешь, теперь нужно писать в скобочках, родилась в Днепропетровске с 2016 года Днепр. Или наоборот, родилась в Днепре, в скобочках, до 2016 года Днепропетровск. Ну, Женя любит, на самом деле, тему переименований. Женя очень такой фанат переименований. Давай переименуем Женю сегодня. Ты любишь Женю? Эта женщина знает про меня больше, чем я знаю. Я просто хочу, я тебя обрадую. Вот скоро, может быть, возможно, Верховную Раду Украины переименуют. И сейчас предлагают такое название, это будет по-украински так звучать, Державно-Украинско-Парламентская Ассамблея. А сокращенно это ДУПА. Если аббревиатура, то это ДУПА. Вот такая электронная петиция есть на сайте президента. Это все связано, естественно, с законом о декоммунизации. Вот якобы старое название. А кто-то уже обратил внимание на эту аббревиатуру? ДУПА, она же сказала. Просто теперь депутаты. Да она сказала, но они вообще знают, что это ДУПА. Это официальное такое название предлагают. Ну, знают, конечно, что они такие... Вы себе представляете, если это случится, депутаты, они будут не депутаты, а ДУПУТАТЫ. Да? Ну, а до сих пор они кем были? Были депутатами, но теперь их стало больше. Это самая разноцененная опечатка на самом деле. Женолисты ДУПАТЫ. То есть вот так вот все весят этот трешевый месяц на нашем с тобой, ты же другого, в 27 округе Гельфера, которого... Это была борьба за ДУПА. Да, действительно, чтобы попасть в ДУПУ. Да, вот это вот была борьба. Мы перейдем все-таки? Ну, кто-то уже попал. Я уже жду, когда ты скажешь, кто попал. Ну, надо же говорить, мы же обязаны об актуальном. Мы перейдем к этой теме. Конечно, обязаны. Ты хочешь? Нет, зачем избегать? Это серьезная тема. Уже агитация закончилась. Кто начнет? Ты ходила давно? Ты на велике ездила? Хотела ли ты на выборы? Ходила на выборы. Да, с Дальяном. А хотела ли ты идти на выборы? Ну, честно говоря, нет, конечно же. Мне не нравится выбор против. Так случилось, что в этот раз, очередной раз, был выбор против, а не завтра. Мне не нравится выбор в 38 градусов жары, например. Да, и мы ждали более комфортную температуру. Кстати, наш один зритель, зрительница, Виктория Бондаренко, такую восторженно длинная, написала. Я ее восторги не разделяю. Хотя она написала, горжусь своим 27 округом. У каждого свой. Я считаю своим. Борис Филатов написал, мой депутат победил в моем округе. Да, я считаю своим. Горжусь своим 27 округом. Несмотря на то, что за окном лето плюс 38, политехнологии, там это, тыры-пыры, тут очень большое. Мы снова подтвердили звание самого демократически продвинутого округа. У меня сейчас слезы польются, поскольку ваша передача информационно-ироническая. Ну, тут она, цитаты из Загида Краснова. Мы не будем добивать. Тем более, что я считаю, что он все-таки боец был. Невзирая на все вопросы, был по этим выборам. Она пишет важную вещь. Даже немного жаль человека связался с интимологами. Вы помните, Дана Чарян, лидер этих местных регионалов, назвала перенименование Днепропетровска вместо интимологии, интимологии. Он сказал, что изменение интимологии на основании. Остатки регионалов называют интимологией. Вот и получил результат закономерный, а потому что это 27 округ детка. Ну, можно сказать, я все-таки был задействован в этих выборах. Он сегодня спрашивает разрешение у тебя все время. Со спортивной точки зрения, я считаю, что результат как бы, ну, стратегически отчасти он правильный, хороший. Но потому что, действительно, еще раз ткнули, что те, кто, ну, оппозиционный блок уже свое отыграл. Те, кто полагается на вилку, это все же, как бы они не спекулировали на трудностях и на том, что они во многом заварили, но это уже все. Это уже конченые моменты, тупиковые. И, в принципе, еще раз, да, на этом продвинутые мокринки. Но что касается методов, там, как бы, и прочего, то есть я, ну, я не буду смягчать, это мое личное отношение. Я считаю, как бы, эти выборы достаточно постыдными. Постыдными со всеобъемлющей точки зрения и формата достижений, победы и так далее. То есть ставящий под вопрос, ну, знаете, победив дракона, можно стать самым драконом. Можно в белоручке, знаете, вот сказать, как бы белоручкой и так далее. То есть здорово, что, грубо говоря, силы реванша проиграли. Вопрос, как бы, ну, в другом, как они проиграли, вот какие форматы. Хочется, наконец-то, как ты правильно говорила, голосовать не против. Не против вас, да. Редчайшие у меня были случаи в моей жизни, что я голосовал вот за. В данной ситуации, да, ну, это естественно. Я голосовала назвала эти выборы, выбором, ой, победой технологии. Ну, тут можно спорить на самом деле, потому что любые выборы, это определенные технологии. Такая штука. Хорошие, плохие, разные. Вот такая штука. Современный английский язык дает очень интересные вот такие определения. Есть такая штука, вот в современном английском языке называется Carp Shame. Так называемый бордерный стыд. Бордерный стыд – это чувство, которое испытывает человек, когда он стоит на перекрестке и горит красный свет, но машин нет, а все пошли, ну, машин же нету, надо же двигаться вперед, нельзя стоять на месте. Все пошли, нарушая законно-красный свет, а ты как такой вот продвинутый лошара со своей совестью стоишь и ждешь зеленого света. Ты как законопослушный человек. Да, да. И вот такое ощущение, хотя я далеко не знаю, некий такой вот бордерный стыд, этот Carp Shame, я немножко… И мне немножко, я уже закончу от себя эту тему, мне немножко, как бы, все равно здорово, как бы, что поздравления Татьяне, одной из Татьяны Рычковых, которые победили. Одной из Татьяны Рычковых. Мы об этом сейчас поговорим. Давайте, кстати, скажем, кто победил, может, не все зрители знают. Ну, если у нас есть голоса, да, если можно вывести графика. А там сто процентов или сколько-то это обработали? Да, уже сто процентов обработано не так много, то есть победила Татьяна Рычкова, Татьяна Борисовна Рычкова. А Борисовна там одна была, да. Одна из четырех Рычковых, да, победила Загида Геннадьевича Краснова. Одного из четырех. А тут же, там, два часа назад по 95 обработанным процентам был Татьяна Рычкова словно сдрю, а в ноздрю с Загидом Красновым, только на 50 чем-то голосов опережала, причем Татьяна Рычкова была третья, а Загид Краснов был восьмым. Но это одна из Татьян Рычковых. Давайте вернем еще раз инфографику, чтобы зрители еще раз посмотрели, что там за нижняя графа. Вот сверху это оппоненты главные, то есть М и Жо, да, мальчик и девочка. То есть по клонам, клонам Рычкова тоже победила. 44,83% у Рычковой и 36,43% у Геннадьевича. Три клона у Рычковой и три клона у Загида Геннадьевича, пардон, Краснова. Да, вот 986 голосов получили суммарно клоны Рычковой и 708 голосов клоны Загида. То есть по клонам они тоже победили, поклонники, поклон вам, поклоны. Я еще хочу сказать, что я даю 72, пожалуй, 84%, что это выборы все равно до следующей весны. Не позднее следующей весны я практически уверен, что будут перевыборы. Поэтому Татьяна Рычкова должна очень много успеть полезного. Она сделала как волонтер, потом как сотрудник Министерства обороны. И теперь как депутат у нее есть, на мой взгляд, меньше года, чтобы сделать еще полезное. Я думаю, что еще больше Загид Краснов как не депутат должен сделать. Если он хочет продолжать попадать в обойму, то он будет делать еще больше. Нужно много хорошего сделать. Надо это использовать. Ну, это как бы, он Краснов не герой моего романа, но я как бы действительно проигравших, я говорить не буду, унижать, топтать. На самом деле, о чем, вот как вы думаете? Правда, если человек... Мне последнее, что я скажу, что действительно, мне очень жаль, что действительно был, ну, с моей точки зрения депутат, который уверенно шел вторым Оксана Тамчук. Да, я подтверждаю, что я доверенное лицо был, но и действительно, у очень многих это был выбор не за, не против, а за. И это был, это мой район, точно так же, как Филатова, точно так же, как Соронников Краснова кого-то, то есть тоже мой, и хотелось свое... И это был, в общем-то, человек, который, ну, на несколько порядков по... Теперь-то об этом можно говорить, по профессиональным, по качествам, умению уже сейчас работать. То есть, на мой взгляд, Днепр немножко шанс в это, но она себя проявит, как бы, пользу Украине. Вот о технологиях. Тамчук снялась, но клоны-то ее остались в списке, и им тоже какие-то голоса там остались. Они тоже там что-то набрали, да, клоны вообще очень много. А вот о чем, вот как вы думаете, о чем говорит то, что вот 900 человек отдали голоса за разных рычковых? Это говорит о том, что несознательно голосуют за наши люди. Вот что это такое? То есть люди не понимают? Ну, это говорит о близорукости всех. По-прежнему неграмотность, это неграмотность. Многие же люди шли на свои привычные участки, вот на 25-м округе, люди шли голосовать, и очень удивлялись, что у них не происходит голосование. То есть так много было всего, бордов, флайеров, лесовок, что люди думали, что выбирают весь город. В большинстве из этих вещей нет нарушения закона. Нарушение закона действительно... Сейчас грамотно технологи работают, то есть действительно борьба технологии... А население не грамотно. Да, но выбор — это всегда технология. То есть не будем тоже с розовыми слюнями ходить. Ну и, кстати, снятие... Ну тут понятно, у кого более удачный слоган, у кого там лицо украсившее, у кого предвыборная программа ярче. Чтобы понимали люди, если бы не снялся кто-то из этих двух кандидатов, понятно, логичнее должен сниматься. Если бы снялась, допустим, там Рачкова, и я теперь могу сказать, что несколько раз, но были переговоры о том, что все-таки тот, кто идет третьим, а третья шла Рачкова, снялась. Тогда бы, скажем, более красивая была бы победа сил демократии, и менее затратная. Меньше шума без... ну и меньше вот этой биполярности, войны всех против всех. Ну видишь, более красивая для тебя. Произошло так, как произошло. В любом случае, Татьяну Рачкову мы поздравляем, поздравляем 27-й округ с депутатом теперь, и желаем успешного... Один из ее клонов на третьем месте, по-моему, кстати. Ну а то, что, конечно, Шилова, которая сегодня очередным антисемейским постом, я не буду ее больше пиарить, и то, что допуск, это позор. И то, что это было выгоден ее допуск к выборам, значит... Ну а 480 голосов, да, и то, что 500 человек, ну... Есть свой электорат у нее, ну что, нормально. Короче говоря, жизнь продолжается. Только один кандидат из 59-ти пришел с нулевым результатом. Дмитрий Садковский, по-моему, 0 целых... Нет, у него там какие-то голоса были, но по процентам это 0. Я бы сказала, знаете что, я хочу сказать, что, к сожалению, не к счастью, а к сожалению, вот выборы сегодня стали такой уже уверенной отраслью экономики. На этом хотят заработать все, не только политтехнологи, но и даже избиратели. Они используют выборы, естественно, чтобы, к сожалению, да, вот не из лучших условий, но обогатиться в том числе. И это очень ярко было видно. Средства массовой информации, что вы хотели, возникают... Вы заработали 9 канал на выборах, заработали по договору, официально, по белому, смотри, я проверюсь. Я почему говорю о том, что Краснов должен... Я как человек, ведущий программу бесплатно, я всегда интересуюсь чужими деньгами. Пожалуйста, я почему говорю о том, что Краснов должен работать не только Краснов, а, собственно, все проигравшие кандидаты, потому что отрасль экономики, коль выборы стали уже отраслью, она должна развиваться, экономика не прекращается с выборами. Поэтому кандидаты должны продолжать делать и добрые дела, которые они делали, и площадки строить, и подъезды красить, и асфальт класть во дворах. Добраться просто от выборов не должна зависеть от периода, от времени года, от температуры, там, за бортом. Нет, только теперь давайте на Рычкова смотреть, нет, давайте смотреть на всех, чтобы видеть, кого выбирать потом. По-моему, нас и хвалят и ругают. Дмитрий Гам написал нам. Хочу сказать, что ваша передача, конечно, остается, наверное, самой живой и интересной, во всяком случае, на Днепровском ТВ. Вот здесь хочется остановиться, но там идет большое «но». Но, я не знаю, что там. Но попробуйте посмотреть записи старых программ и сравните с последними. Думаю, вы легко увидите разницу. Передача постепенно становится гибридом политинформации с рубрикой «Письма трудящихся». Не зря вам все время звонят с вопросами о тарифах и пенсии. И это постепенно делает передачу все более скучной. Я не имею в виду, что на 11-м канале было лучше, а на 9-м хуже. Канал тут ни при чем. Мы растем, видимо, взрослеем, стареем. То есть я, например, не против, когда звонят о тарифах. Я, как минимум, понимаю, какой пульс у людей. У нас, кстати, есть телефонный звонок. Я с ним, да, не согласен. Но я бы объяснил, почему я не согласен. Нет, но если люди хотят повеселиться и смеяться, то пусть они высказывают. Мы же просили говорить, что вы думаете правильно. Нормально все. Добрый вечер, слушаем вас. Пожалуйста, ваше мнение. Добрый вечер. Передача ваша нужна, как и нужны интерактивы, которые вы часто задаете. Потому что это приятно, когда журналистам интересно знать мнение людей. Вот месяца два назад, помните, Елена Анатольевна, что-то говорили за стеклянный шар. Вот смотрите, восстановили. И приятно. И полгорода уже побывала там. По выборам я вам скажу. Вот не подведу, обещал депутат народу. И не подвел. Ни газ, ни свет, ни воду. Дай бог, чтобы Таня все, что обещала, все делала. А передачи большое спасибо. Спасибо вам. Шар это не благодаря нам. Лишь бы не стеклянная шара, скажу я вам. Шар это не мы. 46 секунд, коротко. Дмитрий Гам, это постоянно, я вспомню, зритель программы, которого когда еще на 11-м мы были в другом составе. Все меняется в этой жизни. Лично, как бы мне, я могу сказать, в том формате, я уже не могу работать. Изменились условия, изменилась страна. И мы тоже меняемся. Было ли у меня больше драйва тогда, отчасти иногда было. Потому что там был Янукович, тут был Вилкул. То есть и была система четкая. Можно я не буду возвращать Янукович ради твоего драйва. Да, и классно было быть смелым и так далее. Сейчас выдерживать определенный баланс мы, а не клоуны, б не политэксперты. Мы пытаемся говорить о том, что интересно. Сделать вопрос остроты. С вашей помощью. Да, с вашей помощью, зрители. Вопрос. Понятно, что можно бомбить и Филатова, можно бомбить. Вилкула неинтересна всех потихоньку. Нельзя же все время только бомбить. Мы сегодня информационно ранимая передача. Не только ироничная, а ранимая. Хотя я понимаю эту зрительскую ностальгию определенно. Мне лично тоже нелегко. Я окончательно не встроился в новый формат программы. Нельзя быть угодным и одинаково, каждый день интересным и всем. Мы будем стараться, Дмитрий, чтобы и всем было интересно. И человеку, который вот позвонил, похвалил, и вам, которому стало скучнее. Я, например, рада, что целевая аудитория, она жива, она реагирует, она рефлексирует. Стало скучнее? Спасибо, да. Отлично. То есть градус же вот меняется. Это хорошо. То есть говорите, да, мне стало скучнее. То есть какое самочувствие у наших зрителей, ну, на самом деле, от нас тоже зависит. Поэтому пока еще есть несколько минут до конца эфира. Ждем ваших звонков и ждем ваших комментариев также в соцсетях. Уже никаких велодорожков, ничего. Вот пока у программы есть будущее, давайте поговорим о будущем. Да, вот будущее. Например, кстати, Акальянова, мы расстанемся с тобой, вот будем скучать где-то месячишко, да? Мы в конце августа, когда мы выйдем? Я думаю, что в конце августа пора. Ты знаешь, что сейчас идет, да, все равно город, как бы мы не критиковали, как бы все калечно, может быть, что-то не складывалось, как бы не было какой-то нестройной команды, как бы, ну, что бы ни происходило, все равно планы есть. Ты всегда скептически относилась, когда я пытался что-то хорошее, а план... А я сразу себя чувствовал таким, блин, он же, типа, внештатный советник Филатова, не рассказывает, он сколько я ругаюсь Филатова. Да, значит, если я что-то позитивное скажу, пиарю, пойду в кассу бабки получать. Но, тем не менее, ты же у нас крутишь педали в программе, ты же у нас единственная велосипедная женщина. Я вне программы. Так вот, ведется сейчас активная работа, к 2020 году, это Юрий Лазовенко, советник, он фанат этого дела по инфраструктуре, вот, 250 километров вело... Я не знаю, будет ли вот такой, если нам покажут, вот, видишь, велозмея в Копенгаге. А можно я отвечу, не будет. Ну, конечно, это легче всего. А я скажу, поживем, увидим. Но в проекте реконструкции заложено 250 километров действительно велоструктуры и Нового моста, и Центрального проспекта. Надо на бабки с тобой посудить. И бордюрного стыда пока еще нам город называют городом бордюров пока. И бордюрного стыда. И безбарьерное пространство, о чем говорилось, на фестивале равенство, жалко, мы не успеем это обсудить, говорилось. Я единственное, боюсь талитаризма, как в Копенгагене, который, например, не велосипедистов там не выжить, потому что они просто хозяева города, велосипедисты, и хочется... Ну, на самом деле нужен баланс. Например, вот ко мне обратились скейтбордисты и все вот эти вот экстремалы, которые сейчас едут на фестиваль, так вот они говорят, что им вообще негде этим заниматься, потому что с памятников их гоняют, а площадок нет. То есть им тоже нужно... Так вот, когда у нас тротуары появятся, в частности, на улице Космической, когда появится тротуар, там, где мамы с детками из больницы ходят с колясками или пешком, вот тогда я поверю в велодорожки, вот такие вот чудно красиво нарисованные. А малюсникам изменений скажу как журналист. Хочу похвалить директора парка Шевченко. Он живо отреагировал на драму, которая случилась в другом парке, когда электрокар сбил ребенка маленького, да. Так вот, в парке Шевченко четко определили дорожки передвижения вот этих вот электромобилей и даже повесили указатели, где они могут двигаться. То есть, ну, я считаю, что это хорошо. Короткозрители. Я совершенно не имел в виду, что постоянно нужно кого-то бомбить. Но взросление вовсе не означает, что нужно превращаться в старпера. А Юлия Павелко спрашивает, крестный ход обойдет Днепр? Мы надеемся. Мы в программе обойдем его. Мы со всеми богами договоримся. Давайте обойдем его в программе. Давайте быстренько звонок в телефоны возьмем. О культуре. И о культуре. Пожалуйста, добрый вечер, слушаем вас. Добрый. Я считаю, что Татьяна Борисовна заслуженно победила. Она вела себя искромнее, чем этот самый Краснов. И заслуженно. Потому что Краснов, он переборщил. Он там и туда лез, и туда. Перекраснел. И к Катошникам, и к больным, и к жителям там Солнечного. И всегда все показывал, что он без него никак не мог это быть. И поэтому считаю, что заслуженно победила наша... Мы же не говорим, что не заслуженно. Конечно, заслуженно. Нет, это не упрек. Татьяна Борисовна нигде не было ни одного Борда. Человек высказал свое мнение. Хорошо, что кто-то получил удовлетворение от прошедшего выбора. И о культуре. О культуре у нас буквально две с половиной минуты остается. Сказать, что мы здесь расстанемся. Ты что-то хотел сказать о Альфа-Джазе, что там Депропетровская? Петровская, Депропетровская? Ты хотел сказать о Джазе на Днепре. Скажи два слова, а я вставлю и копеек. Я хочу сказать, что 10-11 сентября у нас уже назад дороги нет. Очень классный, очень событийный джаз-фестиваль. Пройдет джаз на Днепре. Вот мы возрождаем эти традиции в рамках программы. Культурная столица. Будут из хедлайнеров этого фестиваля, могу назвать Джамалу, которая прежде всего как джазовая певица вросла. Рэнди Брекер, пятикратный обладатель Грэмми, главная джазовая труба мира. Трио Сайруса Чес, Наташа Андрей Кондаков, интернациональное трио. Трио Венсана Бурджекса, Рика Маргус, саксофониста из квартета Майлса Дэвиса. И так далее, и так далее, и так далее. Я не говоря об украинских коллективах. Местные будут? Да, будут и местные. Литл-бенд Марховского будет, будут джаз-бенды наши. Ветераны джаза Олега Каськова, Виктор Реля. То есть это действительно будет очень серьезное событие. Пролобирую быстренько участницу. Был альфа-джаз в Харькове. Был там конкурс стрит-джаза. Просто любые, вот любители, вот кто там зарегистрировался, мог пойти и спеть. Девушка из Днепропетровска, не певица, из Днепра, пардон, не певица, победила в стрит-конкурсе Татьяна Гончарова. Вот такая девушка. Увидим, да? Лена, вот это там у нас 7,40. Это у нас вот это джаз-фестиваль, это единичка, Женя. Джаз-фестиваль 10-11 сентября, правда, это очень знаковая штука. И мы вас ждем. Я к чему это сказала? Я к тому, чтобы все понимают, что Днепропетровск джазовый город в том числе. А Днепр еще более джазовый, чем Днепропетровск. Не только бордюрного стыда город. Мы надеемся, что мы... Мы за месяц запомним, что мы уже Днепр... Хотя я, например, никуда отдыхать я буду, а остаюсь работать над следующими выпусками программы. Надеюсь, мы встретимся... Перегар? Что? Я думала, ты сказала, как депутат буду работать. Нет, я говорю, я не отдыхать. И надеюсь, что все потихоньку будет налаживаться, не от слова лажа, и у телезрителей в нашем городе, который мы любим, мы разные, любим его по-разному. Формат любви у нас разный, но скажите, оборвите меня. Мы сегодня не услышали, что мы не нужны, правда же? Не услышали вы? Ну, конечно, мы ждем ваших и писем, и звонков. У нас по-прежнему работает страничка наша на Фейсбуке. Женя продолжает что-то говорить. Ну, он же тоже информационно ранимый у нас, как и программа. Я старпер, я имею право на недержание речи. Друзья, мы будем скучать по вам. Скучайте, мы где-то в конце августа с вами опять встретимся. Сообщим об этом обязательно. Будут подарки обязательно. Читайте мой Фейсбуке. Тем, кто доживет до августовского понедельника, будут подарки от программы. И читайте страницу до первого. Кто первый позвонит, будет ему приз. Все новости будут там. Супер, вот так и решим. Первому позвонившему в новой программе в следующей после отпуска будет приз. Автомобиль. Спасибо вам. Это шутка. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь на девятом канале. Всего доброго и хороших вам новостей. Всего доброго. Будьте вы счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok